Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем список победительных заповедей, которые можно выполнять и нужно выполнять даже в наше время. Третья заповедь. Заповедь из Тора, победительная, которая говорит, что нужно Бога любить. Мы сказали, что Он есть. Мы сказали, что Он один. Теперь, какие у нас должны быть отношения с Ним? Мы не можем сказать, ну хорошо, там где-то есть Бог, нам-то что? Нет, нет и нет. Должны Его любить. Тора говорит, люби Бога своего всем сердцем, всей душой, всеми силами своими. Теперь, а как я могу полюбить Бога? Как только я вот сажусь на стульчик и начинаю думать, Боже мой, какой прекрасный Творец, какой Он нам мир дал, совершенный, прекрасный мир. У меня есть семья, у меня есть друзья, вокруг солнышко светит, прекрасный океан, прекрасное море, какая вкусная еда, какой разнообразный, какой цветной, какой потрясающий мир. Мир, где мы можем творить, создавать, помогать другим людям, воспитывать детей и учеников. И как только человек начинает об этом всем думать, мое здоровье, мое зрение, это же просто великий дар. Слух, я могу говорить, могу записывать вот это видео. Это все потрясающе. И когда я вот осознаю, вот даже сейчас, когда я об этом думаю, поднимается такая любовь к Творцу, когда ты понимаешь, что у тебя есть, и тебе это все дал вот этот великий Творец, сразу просыпается невероятная любовь к нему. И чем больше ты можешь себе же объяснить и саму себе показать, задуматься, какой прекрасный мир, чем больше у тебя такого вот навыка вот оценивать, как все хорошо у тебя в жизни и сколько тебе дал Творец мироздание ресурсов, чем больше ты сможешь это все делать, тем больше ты будешь любить Творца. И будешь выполнять победительную заповедь. В эту заповедь входит, если ты любишь Бога, конечно, часть этой заповеди объясняет другим людям, что есть Бог, великий-великий Творец. Если ты его так сильно любишь, то ты будешь, как Абрам, говорит, друзья, можно у вас секундочку внимания? А вы знаете, что есть Творец мироздания? Давайте покушаем, садитесь, и давайте задумаемся, кто мы такие, какой у нас великий Творец, в чем наша миссия в этой жизни. Часть заповеди любит Бога – это я хочу все, чтобы про него узнали, какой он прекрасный Отец и Творец всего живого. Конечно, я буду рассказывать другим. И про Абрама написано, что он хотел, и десятки тысяч людей, вместо того, чтобы заниматься его походством, они начали заниматься служением Единому Богу. И поэтому Бог его назвал. Вот Абрам меня любит. Кто любит Бога, он пытается людей других полюбовно, без насилия, но агитировать и притягивать к служению великому, единому, любящему Творцу.